Здравствуйте! В эфире программа «Норильские новости» в студии Дарья Каменских. Смотрите в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В течение суток в Красноярском крае ожидаются сильные морозы и метель. Региональная МЧС предупреждает, на Таймыре возможно понижение температуры до минус 45 градусов. Спасатели напоминают, с наступлением холодов необходимо одеваться теплее, минимизировать нахождение на улице, воздержаться от поезда к наличным автомобиле на дальнее расстояние, соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревателей. С начала года мошенники украли у жителей Норильска 265 миллионов рублей. Всего зарегистрировано 434 заявления, 7 из них – захищение в особо крупном размере, то есть больше миллиона рублей. О криминогенной ситуации в городе доложили на общегородской планерке в администрации. Сотрудники полиции за ноябрь зафиксировали больше 4000 обращений. Среди них сообщения о преступлениях и правонарушениях. При этом в прошедшем месяце совершено 29 преступлений против жизни и здоровья. Их раскрываемость составила 90%, чего нельзя сказать об имущественных преступлениях. Из 92 раскрыли только 30%. Больше половины из них – преступления в сфере IT. Только за ноябрь аферисты выманили порядка 50 миллионов рублей у доверчивых норильчан. Тактика преступников немного поменялась. Значит, у нас основной вид мошенничества продолжается. Он связан с предоставлением сведений преступникам, когда преступные лица у нас предоставляются различными работниками банков, специальных и правоохранительных служб. Это превалирует. Второе вид преступления – это когда взламывают различные мессенджеры, телеграм, ватсап, предоставляются близкими родственниками и потерпевшие лица переводят денежные средства. Мошенники выманивают у людей огромные суммы. Одна норильчанка из списка пострадавших передала злоумышленникам 44 миллиона рублей. Женщина продала свое имущество, чтобы отдать деньги аферистам. Преступники научились даже взламывать аккаунты на госуслугах. Преступник представляется сотрудником сотового оператора связи, любого, и сообщает, что заканчивается срок действия сим-карты, в связи с чем услуги по предоставлению сотовой связи будут прекращены. Для продления необходимо сообщить код, который поступит в смс-сообщение. Однако по факту данный код открывает мошенникам доступ к учетной записи на портале также госуслуги. Как следствие, затем преступники переходят ко всем персональным данным. За ноябрь помимо хищения денег совершено семь тяжких преступлений против личности. Пять из них раскрыты по горячим следам. В основном, отмечает начальник городского МВД, такие преступные деяния совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Анастасия Орлова, Екатерина Алексеева, Евгений Журнов. Норильские новости. Более тысячи норильских выпускников написали итоговое сочинение. Оно служит одним из критериев допуска к единому госэкзамену. С собой только паспорт, ручка и все знания, полученные за весь период обучения в школе. Итоговое сочинение с виду напоминает единый государственный экзамен. Только есть отличия. Его пишут в своей школе. И данная проверка знаний является своего рода допуском к ЕГЭ. Каждый год для написания итогового сочинения предлагается три больших блока на три глобальные темы. Духовно-нравственные ориентиры, общество и отчизна и природа и культура в жизни человека. Из этих трех больших блока, все выпускники могут выбрать одну тему. В каждом разделе будет по две темы на выбор. То есть выпускник сам себе выберет тему, удобную для себя. Обязательным условием для получения зачета является соблюдение объема сочинения. Выпускник должен написать не менее 250 слов или около трех тетрадных страниц. На написание текста дается почти четыре часа. В этом году итоговое сочинение в Норильске напишут 1050 выпускников. В том числе один выпускник с ограниченными возможностями здоровья. Его итоговая аттестация будет принята по специальной программе обучения. Дарья Каменских, Александр Вори, Норильские новости. Быть врачом – это престижно. В Норильском медицинском техникуме прошла встреча школьников с руководителем территориального отдела Министерства здравоохранения Красноярского края Игорем Зайчиком. Участники обсудили порядок поступления по целевому направлению Красноярский государственный медицинский университет. На встрече в Норильском медицинском техникуме школьники совместно с руководителем территориального отдела Министерства здравоохранения Красноярского края Игорем Зайчиком обсудили возможности поступления по целевому направлению в Красноярский государственный медицинский университет. Ребятам рассказали о порядке поступления, условиях и преимуществах обучения. Начальник управления общего и дошкольного образования администрации города Норильска Андрей Колин говорит, это отличная возможность для школьников, которые хотят связать свою жизнь с медициной и получить качественное образование и гарантированное трудоустройство. Я со стороны образования хочу сказать одно, неважно, в девятом классе учитесь, в одиннадцатом классе учитесь. Для того, чтобы поступить и стать квалифицированным медиком, главное иметь хорошие учебные результаты. Для поступления в Красноярский медицинский вуз абитуриенты обязаны сдать химию, биологию, математику, а также физику, в зависимости от выбранной специальности. Руководитель территориального отдела Минздрава края Игорь Зайчик отмечает, профессия медика часто требует жертвенности, интересы пациента превыше всего. Это одна из немногих профессий, которые дома регулярно, не ночью, а дежурят у постели больного. То же самое это касается и средних медицинских работников. Работают 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Поэтому я вас очень убедительно прошу, раз вы уже пришли и вы оценивали свои силы, подумайте еще раз. А если вы подумали и захотели двигаться дальше, значит нам, наверное, будет по пути. Координатор местного отделения Всероссийского общественного движения волонтеры-медики Анастасия Савичева тоже участвовала в мероприятии. Она отметила, что еще до поступления в вуз можно испытать свои силы в медицине и точно определить, подходит ли эта профессия, став волонтером-медиком. Ребенок, когда выбирает такую профессию, но он может быть складывать понимание самой профессии из каких-то книг, сериалов. То есть он ее обрисовывает в своей голове и может быть она не совсем будет совпадать картинка. Поэтому первый вопрос это то, что профориентация, ребенок приходит в лечебное учреждение, он погружается в систему здравоохранения, он может попробовать себя в различных лечебных учреждениях. То есть это не так, что у нас одна закреплена поликлиника и только в ней. Также, отработав определенное количество часов волонтером, ребенок получает дополнительные баллы при поступлении в вуз, говорит Анастасия. Ну а если вы не хотите ждать окончания 11 классов и уже готовы отдать себя на помощь людям, то вас ждут в Норильском медицинском техникуме. Анастасия Орлова, Евгений Журнов, Норильские новости. Торжественное открытие новогодних елок во всех районах Норильска пройдет 16 декабря. В этом году самая высокая зеленая красавица переехала из парка «Озеро Долгое» на стадион «Заполярник». Вдобавок рядом с ней зальют каток. На театральной площади в Центральном районе, на площади Горняков в Толнахе и возле молодежного центра в Каиркане открытие елок состоится 16 декабря в 16.00. В 17.30 того же дня праздник начнется в Аганере и на стадионе «Заполярник». Дед Мороз и Снегурочка приглашены на все локации. Конечно, будет и фейерверк. Также управлением культуры подготовлены на всех абсолютно площадках сказочные мероприятия для детей. С 23.00, начиная каждый день, абсолютно можно посетить и в Юбилейном в Каиркане, и в КДЦ Высоцкого в Толнахе, и в нашем городском центре культуры. Очень интересные праздничные программы. В театре, в музее уже открылась прекрасная выставка про щелкунчика. По плану новогодние городки простоят до конца марта. Полночь нон-стоп. В Норильске впервые прошел фестиваль, посвященный полярной ночи. Он продлился 24 часа. На нем норильчане смогли погрузиться в атмосферу полярной ночи и поделиться своими ощущениями от этого явления. Фестиваль «Полночь» — это первый иммерсивный фестиваль, посвященный полярной ночи. Он проходил на двух площадках — в креативном пространстве Агентства развития Норильска и в парке отдыха «Озеро Долгое». Главная фишка — мероприятие длилось ровно 24 часа. В это время на площадках работали 20 интерактивных локаций, где гости смогли погрузиться в атмосферу полярной ночи и поделиться своими ощущениями от этого явления. Все событие разработано на основе интервью с норильчанами, которые нам рассказывали, что для них полярная ночь, что они ощущают полярную ночь, как они ее проводят и для чего любят использовать это время. Поэтому локации все откликаются именно на ощущения, чувства норильчан. И мы хотим показать людям, что же, как можно немножко по-другому сделать сценарий досуга в это время. На фестивале гости могли отдохнуть в уютном гамаке под звуки зимнего саунд-дизайна, обсудить любимую книгу, комиксы или компьютерную игру в компании друзей, посетить психолога, научиться своими руками создавать теплые изделия для долгой зимы, прокатиться на финских санях и многое другое. Где можно интересно провести для себя время. Они будут интересны и тем, кто пришли сюда вместе с друзьями или с семьями, и тем, кто пришел сюда просто побыть один, но в присутствии людей. Такой запрос тоже был, и такие локации тоже у нас есть. Так называемое уютное полночное уединение. Можно сесть и наблюдать жизнь вокруг себя, но будьте уверены, что вас никто не потревожит. Фестиваль полночь в Норильске провели впервые, и организаторы уже отметили большой отклик норильчан. Фестиваль станет ежегодной традицией. Отмечу, часть локаций в парке отдыха «Озеро Долгое» продолжит работу до конца «Полярной ночи», то есть до середины января. Анастасия Орлова, Никита Левенец, Норильские новости. Сегодня стало известно, что ушел из жизни вице-президент Федерации карате Красноярского края, любимый тренер сотен норильских каратистов всех возрастов Николай Епифанов. Более трех десятков лет Николай Епифанов тренировал каратистов. Более 18 лет руководил клубом карате «Тигр Шатакан». Николай Анатольевич – обладатель черного пояса «Пятого дана», основатель городского турнира памяти Олега Курмышева, который посвятил своему другу – воину-интернационалисту. Среди воспитанников Епифанова немало призеров краевого и российского уровней. К нему на тренировки приводили детей с дошкольного возраста. Для тигрят он был не только тренером, учителем, сенсеем, но и воспитателем, другом. Ему было важно, что беспокоит ученика. Он старался к каждому найти свой особенный подход. Епифанова уважали и ценили за профессионализм, ответственность, неравнодушие, чувство юмора и доброе сердце. 17 ноября стало известно, что Николаю Анатольевичу стало плохо после тренировки. Его увезли в больницу. В среду утром коллеги тренера сообщили, что его не стало. Николаю Епифанову было 63 года. Спасибо вам за работу. Аригато! До свидания! Фестиваль семейных пар «Дед Мороз-2024» прошел в минувшие выходные в городском центре культуры. Участники – сотрудники заполярного филиала «Норникеля». Каждая пара подготовила сказочные костюмы, чудо-елки и новогоднее поздравление. Вот так по-доброму, по-семейному начинается фестиваль «Дед Мороз-2024». Его проводят среди сотрудников заполярного филиала «Норникеля». В этом году участвует 8 пар. Все готовились к фестивалю усердно, собирали сказочные костюмы, репетировали песни и танцы. Более 15 лет уже проходит фестиваль семейных пар «Дед Мороз», ну и год, который будет последующий. Мы выбираем победителя этого фестиваля. На самом деле они все участники уже победители. В этом году 8 пар заявилось на участие в этом фестивале от предприятий. Пары соревновались в четырех конкурсах. Первый – новогоднее приветствие. Семьи должны были рассказать о себе в свободной форме. Затем – дефиле в праздничных костюмах. На третьем этапе пары мастерили чудо-елки из подручных материалов – картона и пластика. И в финале готовили музыкальное поздравление. Нам очень понравился этот конкурс, потому что он дал нам возможность побыть много времени вместе, сделать совместно что-то красивое, прекрасное и доброе. Я думаю, что у нас получилось, но это мы скоро узнаем. Еще мы впервые записали клип, записали впервые песни. Нам очень все понравилось, и сын даже вчера вечером сказал, как жаль, что это все заканчивается. Фестиваль «Дед Мороз» проводится уже много лет. За это время мероприятие превратилось в добрую новогоднюю традицию. Конечно же, в первую очередь это семейный праздник, это семейный фестиваль, который нам помогает помимо работы, помимо трудовых путних, участвовать в таком замечательном мероприятии. Это объединяет семьи. Сегодня мы вместе с заместителем генерального директора по промышленной безопасности пришли поддержать наших коллег, которые участвуют сегодня в конкурсе. Это семья Задубровских. Я стараюсь регулярно посещать такие фестивали, потому что тут выступают наши сотрудники, мы приезжаем сюда их поддержать. И в целом это очень эмоциональные мероприятия, которые проходят, когда приезжают для каких-то определенных праздников, событий. Это корпоративная этика, корпоративный дух. Мы вместе все занимаемся очень интересным делом. Победителями стали сразу две семьи – Игната Гаевых и Пшиченко. Все участники фестиваля получили памятные призы. Софья Зиберова, Николай Букало, Евгений Жирнов. Норильские новости. К этому моменту у нас все. Сообщайте ваши новости по телефону 34 32 32. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все выпуски новостей и сюжеты вы всегда можете найти на нашем ютуб-канале и на сайте norilsk.tv. В студии была Дарья Каменских. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok